МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Усилием творческого объединения премьера имени Леонарда Гатова и, конечно, художественного руководителя фестиваля и председателя жюри конкурса Ларисы Гергиевой. Вспомним, как это было. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наличие оперного фестиваля придаёт именно элитность Краснодарскому краю, Краснодару самому. Но фестиваль обязательно нужно продолжать. Надо расширять его рамки, масштаб увеличивать и, наверное, думать о том, чтобы он ещё был многограннее, ещё интереснее и в скором времени мог бы стать одним из самых значительных в нашей стране. Открылся фестиваль оперой великого итальянца Роджеро Лианковало паяцей, полной высокого накала страстей и прекрасных локальных партий, признанных жемчужинами мировой оперной литературы. На Краснодарской сцене солисты музыкального театра и приглашённые солисты из Санкт-Петербурга. Михаил Макаров и Александр Никитин. Дирижёр Владислав Карлин тоже приехал из северной столицы. Я приехал в Краснодар и был удивлён качеством оркестра, хора и солистов, которые здесь работают. Я надеюсь, мы нашли общий язык со всеми. По крайней мере, я чувствую поддержку со всех сторон. Очень хорошо, что организовываются всевозможные фестивали, приглашаются артисты в выступления. Есть какое-то стремление, наверное, молодёжи к чему стремиться и вообще, ну, как бы быть в контексте общего развития не только российского, но и мирового. Прекрасно поёт, прекрасные партнёры, с ним удобно, уютно работать, так же, как в Мариинском театре. «Паяце» – один из любимых спектаклей солиста Мариинского театра. С ведущей солисткой нашего театра Гюльнары Низамовой в «Паяцах» она исполняет партию «Неды». Михаил Макаров давно знаком, уже не раз спели на одной сцене. А вот с Владимиром Кузнецовым и Владиславом Емелиным познакомился только на репетиции. Всегда стараюсь выходить на сцену и как бы отдавать себя полностью зрителям. Ты должен показать все свои умения, все свои, так сказать, способности. С самого утра в Краснодарском музыкальном колледже имени Римского-Корсакова распеваются участники второго международного конкурса молодых оперных певцов. В этом году на конкурс было подано более 70 заявок. Но только 32 конкурсанта из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Севастополя, Симферополя, Перми, Омска, Ростова, Владикавказа, а также Украины, Грузии, Армении вступили в жесткую борьбу за гран-при. Оценивали молодых артистов признанные мэтры, среди которых легенды Большого театра Союза СССР, солистка Донецкого национального академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, заслуженная артистка России Людмила Шемчук, музыкальный директор и главный дирижер Армянского национального академического театра оперы и балета имени Спендиарова Карен Дургарян, солист Мариинского театра, обладатель гран-при большого числа международных конкурсов, народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков, профессор Венского университета музыки и исполнительского искусства Ариана Хуландер-Калекс, солист Краснодарского музыкального театра, народный артист России Вячеслав Егоров. Очень хорошее мероприятие для города Краснодара и в том числе, конечно, для нашего учебного заведения. Это тоже очень интересный, колоссальный опыт. И для студентов в плане практического мероприятия это также будет полезно. Вечер в музыкальном театре был посвящен 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, одного из величайших композиторов мировой истории музыки. В первом отделении концерта прозвучали фрагменты опер «Пиковая дама», «Орлянская дева», «Мазепа» и «Аланта». Солистка Мариинского театра Мария Баянкина и солист музыкального театра Владимир Кузнецов блистательно исполнили заключительную сцену из оперы «Евгений Онегин». Ты никогда не споешь Чайковского какими-то процентами. Это, конечно, очень трудно, но если у тебя удается собрать все силы, всю свою волю, то ощущение вот этой вот отдачи, удовлетворения, которые ты получаешь после исполнения Чайковского, оно, ну, я не знаю, с чем сравнимо. Второе отделение концерта «Чайковский гола» составили фрагменты бессмертных балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Главного дирижера музыкального театра Виктора Олина за дирижерским пультом сменил главный дирижер Краснодарского театра балета Юрия Григоровича Александр Лавринюк. Музыка Чайковского – это одна, наверное, из самых гениальных музык, которая была написана для балета. Мы первый раз, конечно, участвуем в этом фестивале, когда опера соприкасается с балетом. Очень интересно. Я, конечно, очень бы хотел, чтобы у нас в городе проходили не только оперные фестивали, но и, конечно, классического балета. Муниципальный концертный зал стал площадкой для третьего тура участников конкурса «Опера без границ». До него добрались только 18 молодых артистов. Конкурсные арии на этот раз они исполняли в сопровождении Кубанского симфонического оркестра под руководством дирижера Дениса Ивинского. Жюри оценивало не только талант, но и умение подать себя. Исполнительский уровень конкурсантов очень высокий. Они очень музыкальные, артистичные, бывают небольшие погрешности, но, как у каждого настоящего артиста, есть взлеты и падения. Я хотела бы поздравить участников конкурса с совершением. Кто-то прошел, а у кого-то вот только открывается большая светлая дорога. Нетрадиционной для краснодарского зрителя, но в то же время интересной и привлекательной показалась опера-драма «Агриппина» Национального государственного театра оперы и балета Республики Северная Сеть Алания. Она продолжила теплые вечера оперного фестиваля. Сложнейшая опера Генделя, написанная в стиле барокко три века назад, максимально приближена к современности и понятна зрителю. Получился оригинальный спектакль, в котором партии богов исполняют оперные певцы, а смертных, хоть и императорских кровей, драматические актеры. «Армавир» – специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей. Директор Александра Куценко встречает гостей. Узнав об уникальном учебном заведении, славящемся своими талантливыми выпускниками, члены жюри конкурса «Опера без границ» отправились на встречу с воспитанниками и педагогами. Гости побывали в классы, зашли в библиотеку, послушали концерт учеников школы и выступили сами. «А снега ведут, жди, когда жара, жди, когда трубки бежут». «Эта школа должна быть, поскольку она единственная в России высококлассные специалисты, педагоги, преподаватели не только в учебе, но и в музыке. И это слышно, слышно уже на учениках, на исполнителях». Единственная в России школа, в которой учатся не только кубанские дети, помогает талантливым ребятам найти себя и определиться с будущей профессией. Среди выпускников немало громко заявивших о себе талантливых музыкантов. И этот список только пополняется. «Дальше у меня поступление в музыкальный колледж в Краснодаре. Там планирую учиться, также выступать, участвовать в конкурсах, продолжать развиваться в этом направлении». Гордость школы – пианистка Арина Переладова. В этом году она заканчивает обучение, но с музыкой уже не расстанется никогда. «Конечно, я выбираю свою профессию – пианистка. Может быть, даже буду концертирующей пианисткой. В данный момент я готовлюсь к конкурсу в Краснодаре, там, где рождается искусство. Это международный конкурс, он проходит в три тура. И в третьем туре нужно играть концерт с оркестром. Думаю, что сыграю с успехом, думаю, у меня все получится». Концертмейстер Мариинского театра дал несколько ценных советов Арине и ее педагогу Галине Цыганук. Профессионалы всегда находят общий язык. Второй международный конкурс оперы «Без границ» завершился галоконцертом лауреатов. Публика с нетерпением ждет результатов вокального состязания. На сцене члены жюри, конкурсанты, гости, пришедшие их поздравить, и организаторы этого праздника музыки. «Я искренне приношу личную свою благодарность Александру Николаевичу Ткачеву в то, что он поверил в премьеру, в то, что он поверил в меня, в то, что у нас есть такие международные конкурсы, как конкурс балета Юрия Григоровича, то, что у нас есть международные фестивали джазовой музыки. А сегодня у нас пополнилась эта семья международным фестивалем и конкурсом молодых оперных певцов «Оперы без границ». «Я надеюсь, что у всех хорошее настроение, у всех желание того, чтобы этот фестиваль продолжался в будущем, но, по крайней мере, городская власть будет делать все возможное, чтобы это было всегда». «Гран-при! Илья Селиванов! Санкт-Петербург! Россия!» «Я не ехал сюда конкретно победить. Многие мыслят конкурс как спортивное соревнование. Я же все-таки считаю, что музыкальный конкурс – это нечто другое. То есть здесь не должно быть такого спортивного интереса, потому что тогда пропадает искусство. Все участники этого конкурса очень сильны и имеют прекрасные голоса». В прошлом году Илья уже участвовал в конкурсе, став лауреатом и обладателем специального приза за музыкальность. «Конкурс – это открытие. Это возможность о себе громко заявить. Это возможность услышать, как поют твои сверстники. И очень хочется, чтобы Краснодар был тем местом, где состоятся новые оперные открытия, где появляются новые имена, зажигаются новые звезды». «Прошлогодняя победительница, обладатель гран-при Антонина Весенина за год, она сделала колоссальные успехи». «После этого конкурса моя судьба очень сильно изменилась. Я познакомилась здесь с Арианной Холлендер Каликс. Заключили контракт на спектакле в Германии «Волшебная флейта». Также в Мариинском театре я исполнила три партии. Это «Царицу ночевого преволшебной флейта», «Разину» в премьерном спектакле «Сивильский цирюльник» и «Шимаханскую царицу в золотом петушке». Первой премией и звание лауреата удостоили Светлана Москаленко из Санкт-Петербурга и Наталья Павлова «Москва». Вторую премию получили Юлия Сулейманова из Украины и Диана Нормухаметова из Уфы. Она же стала обладательницей специального приза губернатора Краснодарского края. «Для меня это, конечно, большой опыт. Здесь такие всесильные участники, уже поющие в театрах. А я пока еще студентка третьего курса в консерватории в Санкт-Петербурге. Я очень счастлива, что у меня вторая премия. Это дает для меня шанс еще расти и до первой премии, может, когда-нибудь и до Гран-при». Третья премия досталась Дмитрию Горбовскому из Украины и Геворгу Григориану из Владикавказа. Краснодарец Александр Коробейников удостоен приза «Надежда». С особой радостью лауреаты конкурса исполнили свои победные арии, но уже не только для членов жюри, но и для всех зрителей. В гала-концерте также выступили воспитанники Армавирской специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей. Участники открытия и закрытия Паралимпийских игр в Сочи, лауреаты многочисленных конкурсов, вокалистка Юлия Пивень и уже выпускник, а ныне всемирно известный пианист, композитор, студент Ростовской консерватории имени Рахманинова Олег Акуратов. Одна из самых известных и любимых публикой опер Джузеппе Верди «Травиата» закрывает фестиваль опера «Без границ». Главной партией в Краснодарском спектакле исполнили солисты Маринского театра Мария Баянкина и Дмитрий Воропаев. Год назад Краснодарский фестиваль оперы буквально ворвался в культурную жизнь Кубани, сразу завоевав признание публики. Фестиваль обрастает традициями и открыт для новых имен, проектов, тенденций, потому что у настоящего оперного искусства не существует границ. Смотрите на сцене Краснодарского музыкального театра. 18 марта лайт-опера Александра Пантыкина «Гугольчичиков души». 20 марта в рамках третьего фестиваля современной хореографии балет Анна Каренина. 22 марта балет Чайковского «Лебединое озеро». В главной партии солистка Большого театра Анна Никулина. 25 марта балет Гертель «Отщетная предосторожность». 27 марта однакны современные балеты «Опалёная танго» и «The Beatles Love». 28 марта в гостях у биг-бенда Георгия Гораняна, певица Карина Кожевникова. Продолжение следует... Продолжение следует...